Я привык смотреть за Call of Duty, где у меня просто надпись по центру, причем у всех игроков такая надпись на экране, но они, я смотрю, не парятся, поэтому, друзья, пошла игра. Ну, посмотрим, посмотрим, вот, либо не пошла игра, вот, друзья мне скажут, когда они сделают рестарты, что это у вас сейчас происходит, я сейчас пойму, что это у вас за битва такая, на ножах, что ли, или что это? Ну, вот сейчас я тоже пытаюсь понять, где мой звук. Это продолжает радовать мой компьютер. Ага. Вот эти объявления, занимайся турниром, пожалуйста. У нас уже, на самом деле, друзья, пошла игра, ситуация 1-0 в пользу защиты. Сейчас я разберусь, кто играется в защите, вот, нет, еще нет, не пошла игра, еще сейчас я доиграю, это не ножи, или что это будет? Жаль, мне не рассказали по поводу первых раундах, как играется. Все это дело, ну, поздравляем, вы фузык, который сейчас уже 2-0, что. Выбор, выбор идет, атака, атака, выбор стороны сделали, выбрали атаку. Игроки команды Е-Line. Мы посмотрим на их соперников и эскейп, просто... О, мне пошли звуки, то, что я хотел. Ну, а надпись, конечно, взрывает мне мозг. Да, сделайте рестарт, друзья, что ли. Давайте, давайте смотреть за игрой. Шоукастер, да мне зайти за него? Да? Спасибо. Да? Нет, это игра на сцене, друзья, поехали. Пошли рестарты, команда Е-Line против команды Эскейп, началась заруба, ну, и посмотрим, кто за эти две карты станет круче, кто вообще сможет победить. Итак, мы следим. Я даже буду говорить, за кем я слежу, наверное. Ну, опять же, я думаю, разберусь, разберусь по ходу. Отлично. Все нажали F и пошел рестарт, вот так вот. Что, друзья, давайте поаплодируем участникам, сейчас они будут играть. Саша, аплодируй, потому что только ты должен завести сейчас всех. Все, Саша поаплодировал, это значит, все нормально. Похлопали мы командам, да. Ну, что, давайте смотреть, давайте смотреть на бой. Будем смотреть, уже пошел какую-то размену. По-моему, очень... Ой-ой-ой, как будто так жестко дали. Минус один. Уже есть Эскейп. Дали первый минус. Сейчас я вообще разберусь, кто где, кто за кого. Вообще, на самом деле, будет очень весело. Сейчас мы смотрим за Эскейп. Ой, как сняли! Посмотрите, Элайн. Уже хорошо разменялись. Вот мы посмотрим сейчас за одним из игроков Элайн. Это Спирс. И посмотрим, посмотрим, как он действует. Со своей пушкой, как он будет врываться сейчас. В принципе, большинство есть у защиты. Ну, и помним, что нам говорили, что на этой карте... Да, и вообще... Да, есть минус. В этой карте рулит атака. И атака должна вообще брать большее количество раундов. Но посмотрим. Что, 2 на 2. Ситуация. Стоит бомба. Уже поставили бомбу. И вот теперь команде Элайн нужно выбивать. Вот посмотрим за кем-нибудь за Элайн. 30 минут нам показывают. 34 секунды до взрыва. Как зажало неплохо. Вроде бы, да, дали минус. Остается у нас один Фин. Который... Вот давайте за ним посмотрим. Который вот рассказывал нам про код. И сидел все это время вместе с нами. И вот остался Фин. Делает минус. Остается 1 на 1. 19 секунд до взрыва. Вот теперь я понимаю, почему-то в 45 секунд стоит у нас раунд тайм. В общем, время бомбы. Ну, что, 10 секунд. Пошла перестрелка. И 1-0. 1-0 в пользу команды под названием Escape. Которая находится на правой половине сцены. Вот, друзья. Эти парни играют в атаке. Элайн защищается. Ну, посмотрим. В принципе, игра будет не такой уж и короткой. Но не слишком быстрой. Поэтому тут еще куча шансов будет. За два. Смотрите, какой отстрел. Пошел минус два от Элайна. И мы посмотрим за, допустим, вот в Ульсе, что он будет делать. Эта надпись, конечно, на экране просто взрывает мозги. Вот очень тяжело, друзья, за этим смотреть. Но в Black Ops такого не будет. Он у нас на Steam и все будет замечательно. Так, вот смотрим, есть последний минус как раз и сделал Ульсе. Очень легко там сбоку расстрелял своего соперника. 2-0. 2-0 в пользу атаки. Ну и продолжаем смотреть. 12 раундов. Напоминаю, всем должны сыграть парни за каждую сторону. И вообще по истечению 24, наверное, всех сыгранных раундов, вообще 25 нужно взять. Одно из команд и на двух картах. И тогда появится победитель. Здесь, то есть, отдельно карты не считаются. Посмотрим за Элайн. Снова такая сумасшедшая перестрелка на центре карты. В этом... Ё-ёк, посмотрите, как Ульсе не снял этот оппонент. А вот его тиммейт вроде бы вдвоем пытаются загнать там кого-то на арбузах. И... Есть бомба. Видимо, я не знаю задание карты. Видимо, взорвает ларек с арбузами. Ну ладно. 2 на 2. 2 на 2. О! Вот и проверим за... Посмотрим на мастерство Фина. Есть шанс взять раунд. Ой-ой-ой, слышим какая-то перестрелка. Фин пытается уйти. Соперников остался один против двоих, но бомба. Бомба за ним. Он может сейчас прикончить обоих. Нет-нет-нет-нет-нет. Здесь все было жестко. Был сделан минус. Но и Фин был... Да, вот эта атака, это баг. Друзья, Элайн, простите, но, видимо, баг у меня такой. Да, Элайн в атаке, и они выигрывают. Вообще, глюк. Что это такое вообще? Ну ладно, вот пошли. Мы видим... Еще дыма пошло. Снова аркадная перестрелка. Это что? Элайн играют в быстрый Call of Duty. Пытаются очень быстро пролететь на точку. Я не знаю, посмотрите, Элайн еще. Уже в большинстве. Ну ладно, будем так смотреть. Окей. Спасибо, Саша, что ты меня предупредил. А как посмотреть, у кого пакет вообще на руках? Еще один минус. Ладно. Роджой остался последний из... Нет, не последний, вдвоем. Вдвоем из Элайн против одного. Сейчас посмотрим, где кто находится. Зерт. Вот он. Вот он, последний защитник. То есть, ну все, сняли Зерта, к сожалению. Но вот что печально то. 4-0 по-прежнему. Пока что без раундов, парни из команды Escape. А вот теперь я буду смотреть, наверное, больше по мониторам. Наверное, посмотрим еще немного на плазмах. Так мне легче, наверное, следить за всей пятеркой. Команды Элайн. И вот смотрим, как они быстро пытаются снимать свои позиции. И вот здесь вот через дым. Посмотрите, нет, не дали пройти. Два минуса уже сделали Escape. Вот, видимо, более-менее подсобрались парни. Вот посмотрим сейчас за Робсом, как он тут действует на своей позиции. И как он будет разруливать вот большинство своей команды. Все-таки 4 на 3 уже есть преимущество. И ох, как зашел сбоку минус, делает хорош. Чекает карту. Нет, 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 пока все нормально. Элайн остались вдвоем. Это, конечно, с Рост и это с Пирс. И вот за ними, наверное, посмотрим за снайпером, что ли, посмотрим, что он будет делать в такой ситуации. 56 секунд до конца раунда. Конечно, команде Элайн нужно как-то дать пару минусов, сравнять количество игроков, поставить бомбу, в конце концов. Ну и взять раунд. Так, ну вот самое главное, что я вижу, что еще есть шансы. Есть минус. Ну что, уже 2 в 3. Вот, конечно, вот я игрока показываю самого важного, потому что... Ага, бомбы поставили все-таки. Саш, ты меня, по-моему, запарил. Нет, все нормально. Да, это баг худа, или как? Просто они красные и синие. А, просто красные и синие. Это не значит, что атака и защита. У тебя вот там написано атака. Вот, спасибо. Мне подсказали, что идет красные и синие худы на экране в School of Duty, когда в роли бродкастера пришел. Они не означают там атака и защита. Это просто вот так выделяются неки команды. Атака защита. Счет сверху, да. 4-1 в пользу Элайн, которая в атаке. И вот я буду следить, наверное, за Элайн пока что, наверное, вот. Вот, как они тут проходят позиции. Ну, опять же, вот, нужно хорошо знать карту в School of Duty, чтобы, ну, не только хорошо знать карту, и знать все фишки, которыми пользуются команды. Ну, посмотрим. Вот Фин, Фин защищается. Есть, поставлен пакет. Бомба установлена 4 на 4. Ника, ух ты, там, прошивал какую-то стенку. Смотрим за Ростом. Как нет? Давайте, наверное, за Эскейпом. Им нужно выбивать сейчас. Вот Фин. Снайперу вообще тяжелее всего, наверное, вот в роли выбивающего действовать. Не попадает, зигла, нет, не добил. Не добил. Не проблема. Вот есть жцерт. Нет, ну, уже, наверное, и шансов никаких нету. Я даже не знаю, вот сколько секунд тратит игрок на то, чтобы раздефузить бомбу, то есть, роминировать ее. Но, наверное, ситуация 2 в 4. Ниндзи дефуз сделать невозможно. Вот какая борьба. Ну, ножи пошли. Расстрелял. Плотную. Скалаша. И что? 5-1. 5-1 за Элайн. И они выигрывают. Они выиграют в этом матче. Ну, еще раз напомнили, Лайз – это команда, которая сидит на левой половине сцены. Которая вот команда номер 1 в Украине, как нам сказали. Ну, и их пытаются миксом одолеть. Это не всегда просто. Вот смотрим за защитой команды Escape. Снова тут через дым мы видим пробежки. Вот это я люблю, да. Вот за что я люблю Call of Duty. Это за эти флешки. От которых становится очень плохо. Ох, неплохо. Так дал. Минус сейчас игрок Escape. Идет дальше. Докерс. Ох, еще минус. Минус 2. Пошел просто на муик сейчас. Давай еще пару фрагов. Ну, тут движение, движение, движение. Ну, и минута 12 до конца раунда Escape в большинстве. Команды, которые защищаются. Да, теперь мы посмотрим за ростом. Он остался один. Именно он сейчас что-то может, возможно, изменить. Нет, нет, нет. Легко его убивают здесь. Поражение в раунде. И 5-2 в пользу команды E-Line, которые сейчас играют в атаке. О, появился наш хут. Вот мы, в принципе, думаю, довольны сейчас. Все прекрасно видно, но я смотрю на экран. Наверное, Brightness мне нужно поменьше сделать, потому что все так светло. Ну, ничего. 4-4. 4 на 3. E-Line атакующих команды снова в меньшинстве. По-моему, Escape решили подсобраться и сравнять счет. Посмотрим за... Ох, хотел посмотреть за E-Line'ами. Но посмотрим. Они в меньшинстве. 2 в 3 ситуация. Атака в меньшинстве. Где у нас кто-нибудь из E-Line? Вот он. Давайте посмотрим за Спирсом. Он уже тут повоевал немного. И хороший минус. Нет, был минус? Не было? Да. Был минус. Один Спирс остался против двоих. Ух ты. Не попадает. Посмотрим. Посмотрим за дальнейшими действиями. Тут, конечно, можно попытаться убрать двоих. Но посмотрим, как это сделать. Бомба все-таки может помочь в этом деле. Она всегда помогает. В принципе, как и в Counter-Strike. Это преимущество атаки. Бомба установлена. 42 секунды до взрыва. Ну и теперь посмотрим за действиями игрока E-Line. Это Спирс. Как он будет играть против двоих? Ух ты. Минус 1. Все. Один на один остается. По-моему, видит... Минус 2. Раздал жестко. Раздал. И шестой раунд. 6-2. Неплохо потащил. Ну что. 8 раундов сыграно. Нам еще смотреть на 4 раунда в первой половине. E-Line делают успехи в атаке. 6-2 выигрывают. Ну и пока что вот смотрим Аркаду. Как проходит тут первый дом через дымы. Довольно интересно. Ну, а я думаю, пока что я не спалю никакой информации. Потому что здесь абсолютно все видят дымы. О. Пошла стрельба. О, еще неплохо. Реджой. Мы смотрим за ним. Уже в большинстве атака. Вот посмотрим за... Нет, еще один минус. 4 на 2. Ну вот все-таки глянем Робса. Как он тут будет мансировать сейчас против четверых? Во-первых, конечно, в защите очень тяжело играть 2 в 4 в всей ситуации. Не дать поставить бомбу. Но тут, конечно, наверное, важны какие-нибудь такие агрессивные действия. Хотя... Хотя что поделать? Нам на план придут. Посмотрите, неплохо. Вроде бы дал дэмэджа, по-моему. Но не буду говорить, дал или не дал. Пытается... Дал все-таки. Вот, наконец, снял Зерт. Ух ты, неплохо. Рост. Ну что? Нет, один Зерт остается из игроков защиты. Вот мы за ним следим. Он дал минус. Стоится против двоих. Ну что, бомба стоит. 36 секунд взрыва. Спина. Спина убивает его. И еще один раунд за командой. Илайн 7-2. Ну, как-то пока что, пока что атака делает свое дело. Но, тем не менее, мы знаем, мы уже знаем, что на этой карте играть в атаке попроще. Поэтому при смене сторон, возможно, будет вот точно так же зеркально. Хороший выстрел от Фина. Хэдшот поставил. И вот защита в большинстве. Все-таки снайпер делает вещи. Пока что. Ух ты. Вот уже потеряли. Ох, неплохо. Там уже плотную пошла перестрелка. Посмотрим за Докерсом. Триф-два. Эскейп. Защищающаяся команда в большинстве. И вот теперь нужно аккуратно следить за плентами, конечно. Ну и не дать пройти себя за спину. Ух ты. Как тут дал. Минус-то. Неплохо. Это Роджой был. Вот за ним. Посмотрим, что он будет делать. Снова ситуация. Два на два. Роджой. Как бы время есть. Времени целая куча. Почти минута. Чуть меньше минуты. И вот теперь посмотрим, как же будет действовать игрок команды Роджой. Вот он нам тут важен. Вот это очень запоминающаяся точка. Не будем говорить, какая она все-таки. Ого. Неплохо его сняли. Но, видите, проход по арбузам не получился. И теперь попытка от спрайта. Нет, спайра. Спайра, проси. Проси. Будет попытка взять раунд. Я вот хоть посмотрю, как в Холлудючу стрелять. Вот с зумом мне тоже интересно. Это мы слышим время раунда, что 20 секунд осталось до конца раунда. Что нужно что-то делать. Так, небольшая. Ой-ой-ой. Стрелял. Вот почему-то пытается, наверное, второго игрока увидеть. Где же что происходит? Да, все, застреляли. Я не понял, в чем заключалась суета. Но ничего страшного. Семь-три. Десять раундов отыграли. Еще два. Илайн. Илайн. Просто разрывают. Разрывают. Но ничего. Будет еще вторая половина. Будут камбэки. Так, конечно, тут очень сложная карта. Как вот, наверное, для такого кейсера. Столько мельчайших деталей. Вообще столько преград. Столько позиций, с которых тебя могут расстрелять. Это уже тут очень быстро. Тоже первые секунды уже идут минуса. Вот просто бешеное начало. Смотрим за Вульси. Что он будет делать сейчас в большинстве атак. Вот, нашел. Есть минус. Хочет поставил Ника. И теперь добивает последнюю. Снова Финк. Остается один. В принципе, снайпер и может оставаться один. Делает минус Дигла. Разбирается. Идет дальше. Еще минус подбирает себе пушку. Посмотрите, один противоих остается. Он что, один-четыре. Неужели потащит бомба стоит? Нужно еще двоих минусовать и дефузить. Вот тут все. Тут уже Вульси хорошо прикрыл. 8-3. Ну и что? Последний раунд мы смотрим сейчас. Надеюсь, что все будет круто. Уже, вот уже размин прошел. 4 на 4. Смотрим за Реджоем. Игроком атаки. Так, а кого вообще, как посмотреть? Ага, вот теперь так. Я понял. Будем смотреть за человеком с чемоданом. Есть. Неплохой минус. Прошел сейчас Спайр. В это время Спирс дал минус. Ой-ой-ой. Неплохо ответили. И эскейп-то могут еще в 2-3 разобраться. Вполне реально. Вполне реально. Причем Плент не на руках, по-моему. Его, по-моему, выбивали. Ну, сейчас посмотрим. Уже и минус уже прошел 2 в 2 уже. 2 в 2 играют. Посмотрим за... Что, за Фином? Как он тут будет действовать? Нет, за Фином не будем смотреть. Рост минус делает. Отлично. И все. Остается Фин один. Вот теперь можно за ним смотреть. Он против двоих. Какая ситуация неприятная. Есть. Бомба стоит. Он стоит. Теперь будет гораздо сложнее. Легко. И убивает рост. И уже 9-3. И, как я понял, сейчас у нас будет, да, смена сторон. По статистике... Ух, хотел статистику показать. А, вот можно посмотреть. Пока что Фин у него счет. 12 убийств. 10 смертей. 11 убийств. 10 смертей. У Докерса. Вот такая. Вульфси. 15 на 8. 12 на 6. Рост. Пирс. 11. 10. Спайр. 10. 9. 4 на 9. Роджой. Вот пока у него не слишком хорошо шла игра. Что у нас... Что у нас происходит? Спасибо, друзья. Я должен нажимать, да? Черт. Я не знал. Я думал, что я тут бот и ничего не могу... Ни на что не могу повлиять на этом сервере. А, оказывается, мне надо нажимать F. Ну, поехали. Теперь команда E-Line поиграет в защите. Вот мне интересно, как они будут справляться с этим делом. Уже есть... Нет, нету все-таки минуса. Дым. Ого. Неплохо. Неплохо пока что вот должны действовать парни из команды E-Line. Посмотрите, тут, по-моему, агрессивный дифферен. Сейчас я покажу вам E-Line. Как они защищаются. Ну, мы уже проверяли в Ульсе, в меньшинстве, но я думаю, они опасны. Опасны такие игроки, и они могут тут подразрулить. Вот мне... Вот мне всегда было интересно, как нужно целиться во врагов. Вот я сейчас, наконец-то, могу посмотреть, как это правильно делать. Как это делают... Это про шиф, наверное, такой вот по инфе дается и... Или что это такое? Спирс. За ним посмотрим. Ой-ой-ой, уже замес пошел. Тут сумасшедшая перестрелка. Убивают Спайра. Остается один Спирс против троих. И Эскейп, судя по всему, могут взять свой первый раунд в атаке. Да, один в четыре. Спирс. Ого. Да. Убивают его. Победа. Победа в раунде. Девять в четыре. Ну что, может быть камбэк в этом матче? Вполне вероятно. Девять в три счет первой половины. Ну и вот сейчас уже начинается вторая. Девять в четыре. Еще один из раундов нам смотреть в этом матче. И потом мы сразу же переходим на вторую карту. Так, мне интересно, как там успехи у Каспера в чемпионате. Ты уже слил Каспера или еще играешь? Что-то случилось с серверами, но ничего страшного. Посмотрите, Илайн решили просто разорвать эскейп в этом раунде. Вот мы посмотрим за игроком команды Реджой. Минус один. Ну что, дальше? Все. Просто все уничтожены. 10-4. Нет, все-таки Илайн. Они на их защите тоже такие мастера. Но посмотрим. Все-таки за ними, наверное, нужно смотреть. Где же эти Илайн? Вот за Ростом хочу посмотреть. Да, вот он вообще крайне опасен. Посмотрите, какая граната. Видимо, Ведьмадым. Минус. Да, Рост с Хе снимает кого-то. Посмотрите. Минус 2 с Хе от Илайн. И теперь уже они плюс 2 имеют преимущество. Играя в защите, я думаю, все останутся на своих местах. Потому что минусов не было. Инфа особо вроде не проскачивала. Хотя, ну, конечно, мне тоже немного трудно ориентироваться. Потому что я не знаю карты. Ох, неплохо. Какой жесткий тут вувь все был. Ну что, за Ростом посмотрим. Рост Испайр против Фина и Ника. Рост. Пытался что-то прошить. Я не понял, что это такое. Но ничего страшного. Смотрим дальше. 43 секунды до конца раунда. Ох, зашли в спину, по-моему, или сбоку. Только непонятно откуда убили. Сейчас сняли Рост. Испайр. Вот теперь ему тяжело. Нужно против двоих как-то разыграть. Вот мы видим игроков эскейпа. А вот где же у нас... Где же находится у нас спайр? Вот он. Бомба. Нет, это не бомба. Шучу. Это 25 секунд до конца раунда. Начинают пикать. О, и снимают... Снимают спайра. 10-5. Но двойное преимущество. В 5 раундов пока что остается. Но потихоньку вот эскейп начинает брать раунды. Это говорит о том, что все-таки есть у них шансы. И... Вот будет... Возможно будет борьба в этом раунде. Так, смотрим вот. Что это за граната была? Уже сняли. Посмотрите. Докер снимает с хаешки Спирса. И... Эскейп в большинстве. Но посмотр... Все-таки надо посмотреть. Да, за эскейп. Посмотрите, они тут просто разлажут. Я вот не все фраги вижу. Не все замесы. Но... Тем не менее. Вот нужно вот сейчас по карте, да, наконец-то мне ориентироваться. У нее вот небольшая перестрелка. О, неплохо. Хорош. Шурок дал минус. Да, Зер дал минус. Сейчас игрок эскейп. Два на два ситуация. Вот хорошая надпись, конечно, защищать. Это так, чтобы не забыли. Ну, для американцев. Ну что, 58 секунд. Два на два ситуация. Что будет делать Атака вообще? Пойдет ли? Пойдет ли Атака? Эксплозит плантин. Ой, какое попадание. Финн снимает рост. И в большинстве спайр снова остается один. Где наш спайр? Вот мы видим спайра. Он... Так неплохо тут пострелял. Вроде там пошумел. Ну, конечно, ему нужно убивать двоих и бифузить бомбу. Это... Такого, по-моему, мы еще сегодня не видели. Но сейчас глянем. Ой. Настоящая война на сервере. О, ну тут легко поймали. Минус 10-6. 10-6 счет матча. Ну что, вот смогут ли потащить еще 4 раунда и сделать камбэк? Игроки, команды эскейп. В принципе, вот пока что получается все довольно неплохо. И всего лишь один раунд они не взяли во второй половине. По-моему, уже 3 раунда взяли за атаку. Поехали. Да, 4 было сыграно. Все правильно. 3 к 1 соотношение. Посмотрим за элайн. Неплохо. Нет, все-таки плохо. Не дал минус. Вот теперь минус. Размен. Эскейп. 4 на 4 остаются. Посмотрим за... Уже в меньшинстве атака. Но атаковать все равно легче. В любом случае, можно выйти большим количеством игроков на меньшее. Поставить бомбу. Тем более, еще минус от финна проскочил. Минус еще от команды эскейп. Робсона вот мы увидели. Пока он там вроде был по статистике лучший в команде. Но сейчас второй в команде эскейп. И 3 на 2 вот защищать. Защищать. Вот этого надо персонажа. Это у нас докерс. Ну и вот. Самый опасный момент всегда вот. Наверное, во время установки планта происходит. Минус. Не прикрыли. Но дали минус. Двоем против одного. Остался рост. Что будет делать рост? Ну, все. Увидели и уничтожили. Финн. Очередной минус делает. 10-7. 3 раунда отрыв. Потихоньку сокращаются. Тает. Тает преимущество команды. Под названием Илайн. И эскейп. Побег. Сейчас пока что играет. И довольно неинтересно в атаке. Дымы. Дымы, конечно, юзаются полным ходом. Это вообще просто необходимая штука. Ох. Но вот тут убили очень жестоко. Это был Реджой. Ворвался. Реджой еще минус дал. Рост дал минус. И сразу же 2 в 4 эскейп остаются в меньшинстве. Вот тут проблемы. Проблемы. И посмотрим, что же это будут делать парни из эскейп. Ну, а что им делать? Им нужно как-то идти на бомбу. Как-то ставить бомбу. И как-то решать эти вопросы. Сейчас увидим. Ой. Замес какой. Просто война вообще. Минус. Ника. Ника остался. Война на ножах. Минус ножа. Делает. Убегает. В него стреляет со всех сторон. Что происходит вообще? Что за паника? Пусть меня попустит. Говорит сейчас Ника. Ну, вроде бы. Вроде бы попустила. Все. Поехали дальше. Ну, как-то как-то холсов нет. Да. Вот есть попадания, после которых все холсы останавливаются. Ну. Ну, вот сейчас защита берет 11-й раунд. И все-таки не дает. Не дает сокращать отставание. Очень интересные, конечно, бронежилеты мы видим. На игроках. Вот я люблю пиво. Там было написано. Там надо объявление. Нужно сделать объявление? Да. Ну, давай. Давай. Да, после раунда эскейп делают. Два минуса. Есть преимущество в атаке. Что будет делать у нас илайн? Посмотрим. Реджой. Минус Реджой. 4 на 2. Там небольшой размен. Перестрелка. Снайпер. Бомба стоит. Ого. Рост. Дружище. Ну, надо что-то решать, по-моему. Со спирсом. Два в три. Как бы. Трое против одного. Все. С спирсом вряд ли. Шансов, наверное, нет. Но, да. Убиваете. В 11.8. Объявление от Каспера. Да. В общем так. Ребята, которые играли на третьем сервере. Заходим с первыми левелами. Там без подслойников всяких. И переигрываем. Сейчас поднимут опять третий сервер. И будет переигрывка. У-у-у. Ла-ла-ла. Хорошо. Перегровка будет. У нас очередной дым на мидле. Быстрая пробежка от команды. По-моему, илайн. Да и эскейп. Там постоянно там центр пытаются занять. Занять лучшие позиции. Бомба уже установлена. Посмотрите, как бы жестко пытаются играть эскейп. Финн. Финн, конечно, занял позиции на отстрел. Ника снимает Спайра. Уже 4 на 2. Еще минус Ника. Подождите. Не все потеряно. 2 в 4. Ох, тут уже Докер сплотно расстрелял своего оппонента. И убили Спирса. Это сделал Зерд 11-9. И всего 2 раунда отставания. Ну и, кстати, играть-то нам осталось всего ничего. 4 раунда на этой карте. И, в принципе, вот... 4 раунда. 4 последних раунда. Все тут понятно. 2 раунда отставания. Можно сделать еще и выиграть даже матч. Дымы прошли успешно. Пока без размена. Пошли гранаты в эти дымы. Ну, конечно. Ой, как кого-то там застреляли. Это был, по-моему, Вульс. Да, снимает он Зерда. А вот эскейп меньшинство. Минус Реджой. Минус Реджой. Финн со своей снайперской винтовкой отметился в очередном эпизоде. Ну, погиб Зерд. Спайр. Вот снайпер второй команды тоже. Показал, что он есть на карте. Дал минус. Вульс идет минус. Ну, что эскейп сейчас могут... Могут лишиться хорошего шанса. Потому что, если отдадут этот раунд, то нужно брать 3 раунда подряд, чтобы сравнять счет. А это будет 3 раунда из 3-х причем. Ни шанса на ошибку на этой карте. Финн и Докерс. Вдвоем. 2 в 4. Времени куча. 50 минут. Можно не суетиться еще. Ой-ой-ой. Финн. Финн. Кого-то успел прикончить. Посмотрите. Неплохо. Продолжается сейчас игра. 2 в 3 ситуация. 30 секунд. 20... Ну, 30 секунд до конца. Вот пикать уже начинают. Да ладно, не поставил бомбу. Вот это да, оставалось просто чуть-чуть. И прошли там через плант. 5 секунд до конца раунда. Ну что, Финн? Финн, наверное, отдыхает. Потому что все, уже ничего не успеет он сделать в этой ситуации. 12.9 и... Время вышло. 12.9. 3 раунда играть. Последние еще 12.9. Ну, вот как бы, наверное... Наверное, все. Да, ну вот на... Видимо, вот начало раунда, как у нас летят. Двимы на мидл. Ну, они через здание пробрасываются. И очень быстро пытаются атака там пробежать, промчаться. Быстро промчаться, как мы видим, на точку. Бомба установлена. И уже в большинстве эскейп. Плюс поставили плент. То есть сейчас легко нужно отзащищать точку. 4 на 4. Посмотрим за парнями из E-Line. Что они будут делать? Как они будут выбивать, в конце концов, этот плент? Нужно, нужно... Наверное, все-таки быстро действовать. 30 секунд остается. Не знаю, сколько времени нужно, чтобы раздиффузить. Минус. Задик тут слышал. Я давал вас инфа. Но... Но эскейп большинстве нет. 2 на 2 разрулили E-Line. И что у нас сейчас будет делать? Давайте посмотрим, наверное, за эскейпом. Парнями из эскейп. Потому что нужно не пропустить там игроков на пленте. Большая перестрелка. Ника остается. 1 из эскейп против двоих. Как разруливает E-Line. Рост 1 на 1. Остается. 3 секунды. 2 секунды до взрыва. И еще перестрелка. Минус был сделан. Но бомба взрывается. Это 10 раунд. Для команды эскейпы шансы еще остаются. 12-10. Счет в матче. И еще 2 раунда. Еще 2 раунда играть. Но как бы шансы есть еще на следующей карте. Я напоминаю, что играть будут 2 карты. И раунды считаются в сумме за 2 карты. Поэтому это чисто такое психологическое преимущество. Ах, какой звон в ушах. Вот это вот. Сумасшедшие флешки. Робса потеряли эскейп. Сразу 2 минуса там. Какое мясо вообще. 4 минуса проскочило. 2 в 2 ситуация. Финн, Ника против Роджоя и Роста. Посмотрим. Наверное, вот за этим парнем. Что же он будет делать. Минуты 13. В принципе, нормально. Минус Ника. Последний. Да, Ника, конечно, у него трудная ситуация. Минус 0 двоих. Поражение в раунде. Ну что, сняли. Рост дал минус. 13-10. И последний. Последний раунд на этой карте. Понеслась. Я посмотрю за вульсе. Опять, опять, опять дымы. Мы видим, тут постоянно в дыме пытаются вот не дать пройти. Понятное дело, защита должна здесь контролить все передвижение. Мы видим, как быстро можно на план добежать. Буквально там за 15-10 секунд. Он уже налевается до планта. Эскейп делает минуса. 3 на 2 остаются. Мы смотрим за Риджоем. Ему плохо, как мы видим, было некоторое время. Ну вот, все, полегчало, отпустило. Бомба установлена. Ой-ой-ой, это паника для... Элайн минус 1. Риджой последний. И нужно троих как-то убивать и бомбу минировать-то. Ну что, диффузить, обезвредить нужно. Ой-ой, небольшая перестрелочка. Так, ну что, будет ли минуса? Жесткие, жесткие перестрелки. Победа в раунде. Ну и... 13-11 окончательный счет. ГХ пишут. Ну это за счет первой карты. Но, опять же, это не как... Допустим, всеми любимым нашим Counter-Strike. Здесь победа решается на двух картах в сумме. Нужно взять... Сколько раундов нужно взять-то, парни? 25?